Как проходит любое путешествие? Вы выбираете квартиру через интернет, садитесь в самолет, летите в город, который выбрали, заселяетесь, идете искать где поесть. Неважно, Барселона это или Париж, Владивосток или Токио, все сводится к этим трем вещам. Со временем это превращается в рутину. Постоял на стойке регистрации, посидел у гейта, полетел несколько часов, потом паспортный контроль, такси до квартиры, поиск кафе. Декорации меняются, опыт остается прежним. Ничего нового, Будапешт, Мадрид, Вена, Паттайя, памятник на главной площади, старый город, толпы туристов, одинаковые кафе, ну или если вы любитель валяться на пляже, тол инклюзив в Турции, неделю один и тот же пляж, один и тот же бассейн, один и тот же лежак, та же очередь на завтрак с одинаковой едой. Скучно, но что если я вам скажу, что существует абсолютно другой путь для путешествий? В этом году мы открыли для себя действительно крутой способ путешествовать. И мало того, что это новые впечатления и новый уровень свободы, так и по деньгам получается гораздо дешевле. Вы уже догадались о чем я? Все правильно, это кемпинг. Скажу честно, до этого лета я вообще не представлял, что такое настоящий кемпинг. Ну то есть я видел дикие кемпинги в Перми летом, это выглядело обычно так. Толпа людей огораживает место ленточкой, ставят палатку, раскладывают стол, достают всевозможный алкоголь, включают шансон или попсу на полную громкость и начинают дико бухать. Рядом с одним таким кемпингом висел указатель, лагерь Синявка. Для меня это вообще стало именем нарицательным. Теперь. Главная фишка отдыхающих, оставить невероятный срач за собой. Пакеты, ленты, бутылки. Ну и все подобное. Именно поэтому все, что связано с кемпингом, всегда вызывало у меня стойкий рвотный рефлекс. Но в этом году мы испытали реальный европейский кемпинг. И это просто другое. Что же нас сподвигло поехать ночевать в палатке? Как ни странно, это расположение Братиславы. Да, у нас от дома близко до Вены. И это очень классно. Но до жемчужины Словайки и высоких татр уже 4 часа на машине. Одним днем на гору не съездишь. А с ночевой выходит довольно приличная сумма. Отель или квартира недалеко от горы обойдется в среднем в 100 евро. Кстати, видео про наш первый кемпинг сейчас вылезет по подсказке. Где-то вот тут вот. Ночевка в палатке хоть и менее удобна, чем отель. Но, во-первых, дает возможность поехать в те места, где бы ты точно не оказался просто так. А во-вторых, позволяет сэкономить. А на сэкономленные деньги чаще ездить в любимые места. Ну ладно. Горы. Это классно. Мы это все знаем. Но хочется и простого отдыха. Поваляться на пляже и искупаться в море. Моря в Словакии, как вы знаете, нет. Что же нам делать? Ну, можно поехать в Хорватию. Там красиво, чисто. Только вот есть одна беда, ребят. В сезон цены на жилье стремятся в космос. Крошечная квартира в деревне на значительном удалении от пляжа будет стоить 100-150 евро за ночь. И это, если вам повезет найти свободную на ваши даты квартиру. И что же делать? Мы сели, подумали и нашли единственно правильное решение. Ехать в кемпинг на машине. Тогда я еще не знал, что нам это так понравится. Что мы вернемся еще два раза за следующие два месяца. Отметим там мой день рождения и вообще влюбимся в это место. И, конечно, я не могу не поделиться с вами этими впечатлениями. Итак, кемпинг. Первое, что нас встречает, это ресепшн. И ворота. Сразу чувствуется размах. Ресепшн это прямо отдельное здание с кафе и магазином. А ворота это четырехполосная дорога со шлагбаумами. Выглядит, конечно, внушительно. В кемпинге есть множество разных зон с разными удобствами и за разную стоимость. Вообще, это скорее целый город, в котором есть все, что душе угодно. И больница, и автосервис, и большой продуктовый магазин, и даже аквапарк. И несколько ресторанов. Но мы сегодня рассмотрим самую дешевую и самую, на мой взгляд, интересную зону. Зону свободной парковки. Это самая новая зона в этом кемпинге. Находится она на самой окраине. С одной стороны, тут далеко до развлечений. С другой, здесь меньше людей, очень тихо, уютно и свободные пляжи. И сразу же о пляжах. Здесь преобладают каменистые пляжи. Но есть и пару песочных. Такой уж регион. Пляж отделен от жилых зон узкой дорожкой и несколькими рядами деревьев, с запретом на установку палаток. Поэтому никто не сможет занять часть пляжа на неделю или на месяц. Хоть эта зона технически и считается свободной парковкой, но по факту, для каждого здесь отведено отдельное место. Это стандартные площадки, которые вмещают большой кемпер. Поэтому для палатки тут места более чем достаточно. Один раз мы с друзьями вообще разместились на одном месте двумя палатками, огромными декатлоновскими. А вторую площадку использовали как зону отдыха. Из удобств на площадке есть специальный столбик с четырьмя промышленными розетками, четырьмя кранами с питьевой водой и двумя сливами. В общем, полный люкс, который уже включен в стоимость. Еще один плюс, 80% площадок находятся под деревьями, поэтому можно спокойно отдыхать в гамаке и наслаждаться прохладительными напитками в самые жаркие часы. Ну и не стоит забывать об обычных удобствах. На небольшом расстоянии по всему лагерю есть туалеты, души с горячей водой, раковины для мытья посуды, также с горячей водой. И это тоже входит в стоимость проживания. Есть еще прачечные, но они оплачиваются отдельно и работают по жетонам. Сами здания не новые, но чистые и постоянно убираются. Если повезет, то вам может достаться место на первой линии, буквально в 10-15 метрах от воды. Это также не стоит никаких дополнительных денег, но чаще всего такие места заняты. И это неудивительно, ведь точно такие же места, но в зоне чуть ближе к центру кемпинга, стоят в 2-3 раз дороже. И забронированы на полгода вперед. И вы спросите, сколько стоит все это удовольствие? У нас одна ночь с палаткой на двоих обошлась в 50 евро. Палатка плюс 4 человека у ребят обошлась примерно в 70 евро. Естественно, остальные зоны стоят дороже и могут доходить до 500 евро за ночь. Тут уж кому что больше подходит. Как я уже говорил, этот кемпинг это целый город. Тут можно арендовать палатку, даже целый дом с бассейном. Но основная масса отдыхающих все-таки приезжает сюда на кемперы. Под них и заточена вся лагерная инфраструктура. Тут есть все, чтобы вообще не выходить за пределы неделями и месяцами. Просто плати бабки и отдыхай. Я надеюсь, вам это видео будет полезным. И я смотивирую вас на отдых в кемпинге. А если вы уже пробовали такое, то можете поделиться любимыми местами в комментариях. Ну и цены там написать. И конечно, не забывайте ставить лайки, чтобы поддержать мой канал. Потому что он живет только ради вас. Я же прощаюсь с вами и увидимся в новом видео. Всем пока-пока.